наконец-то сходим покупаться лето жара все таки да далеко еще идти то нет вообще да туда в ту сторону по этой трассе нужно пройти где-то километра три потом повернуть налево но я нашел одну старую карту вот здесь мы находимся да а вот наша речка куда нам надо то есть как я говорю вот сюда потом налево но если мы пройдем через вот этот лес тут он называется бубонный лес бубонный бобаре бухной бубон бубонный лес короче через него пройдем срежем километр всего лишь протопать пойдет так что пойдем здесь режем бубонный лес до бубон или как-то так что не слышал что ли про этот лес бубонный слышу вообще там же этот снежный человек снежный человек в лесу снежный человек но я тебе фуд как хочешь его зови да конечно то что сейчас лето какой снег то я вообще не верю ни в каких снежных людей пойдем я тебе картинки даже могу показать что ты несешь чертинки снежного человека в этом лесу да показывай их дофига вот ты мне не веришь до сих пор что ли что ты хочешь что вот это в этом лесу вот три фотки нашел да где мы здесь вот типа вот так и что-то где-то тут произошло вот этот где-то в этом лесу да да я не верю тебе это чушь какая-то у меня с собой много чего для выживания и чтобы твоего снежного человека вымышленного побороть у меня тоже много чего есть всем привет друзья сами снова я вячеслав из милов или живее сегодня нам перестоит небольшая переправа через бубонный лес который покрыт по словам оператора какой-то мистикой какими-то страшными этими самыми созданиями которые здесь вводятся но естественно я в это не верю но мы будем выживать и потом доберемся до нашего пункта назначения который вот я нашел на этой вот карте так что нам сюда через вот этот лес оператор дурачок слушайте его мало того что здесь есть снежный человек как мы здесь еще и заблудимся и умрем от этого от чего то что заблудимся заблудимся потеряемся лес летом это самый клондайк просто всяких питательных веществ и всего основного там пример посмотри ягоды они очень питательные вкусные и мы сможем это волчья ягода мы не умрем не ешь ее говорю это волчья ягода ты мне говорит что вот эта волчья ягода человек который это верит в снежных людей какая волчья ягода ты чё больной что ли нормальные ягоды пойдем ответ давай пока мы недалеко так ушли это уйдем отсюда я не хочу быть разорванными и съеденным снежным человеком это вообще не стоит того чтобы просто покупаться чего ты несешь что на край мы покупаемся в животе у снежного человека в желудке господи ты реально веришь в снежного человека что ли почему нет то почему ему здесь не жить да потому что потому что его не существует и все просто ты его не видел он прячется хорошо да ты нашел какие-то старые стрёмные фотки кто-то оделся в костюм обезьяны побегал по лесу и сфотографировали телефон блин короче смотри чтобы ты не волновался все у меня есть все необходимое для выживания вот пожалуй давай перепишем обрезали да типа вот этого не было вот смотри я мастерский эксперт по выживанию у меня есть всегда собой топор чем против того снежного человека ты уже не существует так я тебя успокаивал я знаю что его не существует но а на самом деле это понятно зачем садись сейчас я покормлю а то я знаю человек он впадает стрессовую ситуацию тогда когда голоден так вот так вот будешь пить нет объедение вот так вот так вот вот хорошо это моё любимый оператор знаешь что это что грязный горох цигурок зеленый будешь нет да ладно тебе держи ты понимаешь что ты смешал горох с волчьей ягодой заткнись мне что в туалетах захотелось за чего интересно я с тобой я с тобой я боюсь снежным человеком один на один оставаться оператор ты чё больной что игру мне в туалет надо ты зачем это снимаешь нельзя оставаться одним оператор отойдет меня как снежный человек может прийти так идет как взрослого человека прошу во-первых ты зачем за мной идешь авторы ты зачем это снимаешь я говорю мне живот прихватило снежный человек придет и либо тебя убьет либо меня короче фиг с тобой пошли обратно убери камеру тебя прошу да ты нафига опять снимаешь то ё-моё дурак что ли я попросил страшно ты сказал что выключишь камеру таки выключил а вдруг мы заснимем снежного человека прикинь какая сенсация будет прикинь сколько я заработаю так все заткнись не бывает никаких снежных людей как не бывает все короче я дотерплю тут недалеко еще и чисто полкилометра осталось дотерплю и там в речку скажу уже вот тебе назло понял а сейчас чувство фигня чувство фигня ты нафига раскидал мои вещи слышишь ты ничего не раскидывал как как не раскидывал а кто это еще нафига ты мой горох рассыпал я с тобой шел сам просил кого никого я не просил за мной идти че за фигня а да это лесные крысы наверное может этот снежный человек да не может быть не бывает снежных как не бывает это это лесная крыса лесная крыса лесная крыса они горох очень любят капец а все разворошили ладно ничего страшного у меня еще много еды вот только горох съели у тебя на только горох вот эта штука она специально в вакуумной упаковке чтобы что звук весна крыса да точно они же только что здесь были короче здесь у меня вот вакуумной упаковке специально чтобы этих хищников и падальщиков не привлекать давай собираемся идем дальше надоел ты мне уже со своим снежным человеком привал делать привал да ты устал кушать я не пойду не стал точно мы же не поели ладно сейчас сделаем небольшой привал пройдем и нормально уже поедим это настоящий клондайк питательных веществ у меня в рюкзаке вот этой штуки хватит на трех человек на целый день представляешь нормально это короче типа на случай непредвидной ситуации они вот так вот запакованы вот лишь аварийный пищевой рацион сейчас объясню как с этим работать он в такой упаковке не специально не просто так он полностью вакуумный и тогда не попадает ни вода ни влага ни воздух потому что такие штуки используют на авианосцах когда в долгу уходят моряки вот эти штуки эти штуки не питаются здесь короче спрессованы орехи фрукты пюре сок и это дифштекс короче все самое вкусное в одном таком брикете и ты один съедаешь и уже наелся соответственно сразу не достало эти горох кушал дай мне тоже ты сел мой ужин между прочим это завтрак обед а у тебя ужин ну чё поскольку он тебе стало я думаю твой снежный человек если бы он существовал за такой брикет бы убил конечно же был бы здесь а его нету потому что его не существует короче у меня плохие новости оператор какие ну тут по масштабу было сказано что через километр мы найдем реку и вот здесь должна быть река мы заблудились по ходу это не река ни фига да не мы наверно еще просто мало прошли заблудились да все успокойся короче чтобы тебе башку солнце не напекло сейчас я сделаю маленький шалаш чтобы тебя успокоить все нормально будет отдохнем подумаем куда нам идти туда туда или дальше ну я бы пошел дальше что тупить вот это вот этот валяшник валежник мой мы используем в качестве стройматериалов для нашего шалаша здесь разобьем временный лагерь потому что когда вы потерялись ни в коем случае не стоит торопиться очень важно оценить обстановку понять что вокруг вас представляет опасность а что может вам помочь допустим допустим вы видите снежного человека пусть и мы видим целую кучу малины и это же круто поэтому я решил разбить лагерь именно здесь потому что здесь растет а лесная малина твоя любимая ты же твоя любимая ягода курма моя на говорю твоя любимая моя дама я любима но малину я тоже люблю короче что я предлагаю сейчас оставим здесь рюкзак пока что чтобы вот этот валяшник не потерять о лягушка видел лишь лягушку видишь нет нет да ты задолбал вот же она вот вот в лягушек я верю не верю видел наконец-то где она теперь я не вижу ну короче это неважно пусть прыгает я думал ты ее съешь для выживания пока лягушку какую дурак что ли нельзя и маленьким вредить вообще не люблю у меня есть терп я пользую и питаюсь ягодами короче давай мы с тобой сейчас еще поищем вот так такое же бревно нам она пригодится для строительства потому что одного как ты понимаешь будет мало вот так вот это будет основное бревно и нам надо вот так вот сверху положить будет такой шалашик ну где-нибудь там поищем пойдем вот эти можно собирать по дороге кстати говоря но не маленькие нам нужно большое длинное пойдем вот это нормальная деревяка она нам подойдет я же говорил тебе ты че хочешь что ты снежный человек я заснял снежного человека да ты не снежный человек он че в моем рюкзаке слышишь он ест мое рп вот этот рацион питание смотри он его жрет ты же говорил что он убьет за него кого тихо 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 он у меня в рюкзаке роется че он борзел что ли слышь слышь ты че ты как он меня прям по лицу ударил а я тебе говорил не подходи когда он смотался он в кусты куда-то убежал чего ты убежал куда а это че реально был снежный человек да ты не верил капец мне с такой силы еще никто никогда не уматывал он взять тебя руками и порвать просто тебе повезло это ему повезло что у меня как как крыса подостерег сейчас то я с ним разберусь какие кусты говоришь он ушел туда куда-то вот в эти кусты он куда-то ушел он его вижу вижу его давай за мной оператор я не пойду я туда я уже снял кадры мне хватит сам снимать чё офигел подписчики должны видеть как я размотаю этого снежного человека тем более ты гришь много платят за эти кадры да конечно тогда по-любому ладно сейчас я с ним разберусь я не знаю что он делает все тебе капец снежный человек иди-ка сюда сейчас я тебе этой палкой сейчас пополам его просто порву иди сюда иди сюда иди сюда иди сейчас я тебя умотаю как следует ты че ты на кого полез слышишь ты я и я и я и голова кругом где мой айфон он его забрал что он забрал его и убежал кто снежный человек снежный человек украл мой айфон да это анекдот какой-то или что нет он тебе умотал ты уронил айфон и он его взял и ты все это просто снимал а че мне оставалось делать я сказал что я сюда не пойду вызывай скорую скорую да я не в состоянии мне прилетело ужас как он мне прям вот так вот по челяге двинул что делать скоро вызывай я не шучу мне реально плохо сам вызывай так у меня и фона нету я ему отомщу я тебе говорю не надо возвращаться сюда там же айфон у меня айфон не стоит этого он очень дорого стоит я тебе знаешь че думаю у меня же айфон к этому кайклауду привязан я могу к нему подключиться удаленно и посмотреть через камеру что там происходит и найти местоположение этого гомблина нормальнее либо расставить скрытые камеры можем ну типа это то и есть типа как будто бы расставили скрытые камеры только скрытой камерой будет мой айфон нормально так-то да и сможем найти этого гориллу снежного человека капец сейчас поедем в больничку вот расплата за неверие тебе малина туре прости что я тебе не доверял оператор ты как всегда оказался прав ладно ребята все вам это дальше видеть ни к чему ребята пишите в комментариях если вы хотите чтобы мы расставили раскрытые камеры и чтобы вернули айфон и посмотрели файлы которые на нем будут я же не остановил запись там что-то должно быть короче вытащим файлы из айклауда и сможем посмотреть что там он наснимал как там куда он зачем он забрал мой телефон и проследим за этим снежным человеком все про него узнают отомстим и заберем айфон любом случае надеюсь то что вам видеоролик понравился вы поставите лайк подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать те видеоролики которые выход каждый день специально для вас а с вами был я счастлив или живее пока 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 эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть и и и и и и